здравствуйте сегодня мы с вами научимся вязать очень красивый цветочек на 5 лепестков использовать будем бисер и бусины для работы нам потребуется пряжа двух цветов обратите внимание на пряжу бирюзового цвета перед работой я нанизала бисер бисер используется крупный неровный и прокрашенный изнутри серебром также нам понадобятся бусинки двух размеров и крючки двух размеров один крючок у нас рабочий и один крючок для того чтобы протягивать нить более более тонкие бусинки более мелкие точнее начинаем выполнение нашего цветочка с 5 воздушных петель замкнутых кольцо выполняем 1 2 3 4 5 вводим крючок в первую воздушную петельку выполняем соединительную наше колечко готово и мы приступаем к выполнению следующего ряда для этого мы выполняем одну воздушную петельку подъема и в наше колечко провязываем 9 столбиков без накида 1 2 3 4 и так далее мы выполнили 9 столбиков без накида наше колечко и вводим крючок в первую воздушную петельку подъема замыкаем наш круговой ряд можем приступить к выполнению следующего ряда для этого нам с вами понадобятся более мелкие бусинки мы выполняем одну воздушную петельку подъема далее в эту же воздушную мы вводим крючок и выполняем столбик без накида далее вяжем две воздушные петелечки меняем крючок на более тонкий и на наш крючок более тонкий одеваю нашу бусинку захватываем рабочую нить точнее рабочую петельку и протягиваем через нашу бусинку выполняем воздушную петелечку с бусинкой далее меняем крючок и выполняем вокруг наших двух воздушных два столбика без накида 1 2 далее вводим крючок вершинку следующего столбика выполняем столбик без накида вот такая аккуратненькая маленькая тычиночка у нас с вами получилось давайте выполним еще одну две воздушные меняем крючок берем маленькую бусинку одеваем бусинку на крючок захватываем петелечку рабочую и протягиваем и выполняем воздушную петелечку с бусинкой меняем крючок назад выполняем два столбика без накида вокруг воздушных и вводим крючок вершинку следующего столбика выполняем столбик без накида так мы с вами выполняем до конца ряда и всего у нас должно получиться 10 таких тычиночек мы завершаем выполнение нашего кругового ряда и после того как выполнили последнюю десятую тычиночку вводим крючок очень внимательно пропустив воздушную петелечку вершинку столбика без накида и выполняем соединительную наш с вами круговой ряд завершён и мы можем приступить к выполнению следующего ряда у нас будет ряд парочек мы выполняем одну воздушную петелечку подъема и далее у нас будет арочка из одной воздушной вводим крючок вершинку столбика без накида и выполняем столбик без накида при этом тычиночку опускаем таким образом вперед воздушная тычиночку пропускаем опускаем вперед вводим крючок вершинку столбика без накида провязываем столбик без накида повторим еще раз и еще раз давайте сделаем воздушную и столбик без накида вершинку столбика так мы с вами будем выполнять до конца нашего ряда мы связали одну воздушную петелечку последней арки и завершаем наш круговой ряд вводим крючок 1 воздушную петелечку подъема и выполняем соединительную наш круговой ряд завершён давайте хорошо видно по изнаночки на шарочки ну давайте посмотрим и продолжаем работу выполним еще один ряд наших тычиночек точно таких же для этого выполняем одну воздушную петелечку и вводим крючок под воздушную петлю выполняем столбик без накида далее две воздушные и меняем наш крючок то есть выполняем все точно так же как мы делали это ранее берем маленький бусинку одеваем ее на крючок выполняем воздушную петелечку с этой бусинкой и далее два столбика без накида вокруг наших воздушных выполнили далее очень внимательно вводим крючок под эту же арочку и выполняем столбик без накида далее две воздушные опять одеваем на более тонкий крючок бусинку и протягиваем нашу петелечку рабочую выполню воздушную с бусинкой далее два столбика без накида 1 и 2 и вводим крючок под следующую арочку из одной воздушной петелечки опять выполняем столбик без накида опять две воздушные и так далее мы так с вами будем выполнять до конца нашего ряда всего у нас должно получиться 20 тычинок мы выполнили все тычиночки в нашем ряду и завершаем выполнение кругового ряда пропускаем воздушную петелечку вводим крючок вершинку столбика без накида этот столбик у нас связан начале ряда и выполняем соединительную наш с вами круговой ряд завершён и мы можем приступить к выполнению следующего ряда следующий ряд у нас будут арочки начинаем выполнение нашего ряда с одной воздушной петелечки подъема далее выполняем 1 одну воздушную петелечку арки и наклоняем тычиночку вперед вводим крючок столбик без накида вяжем столбик без накида далее воздушная и опять столбик без накида при этом опускаем тычиночку вперед воздушная и столбик без накида воздушная и давайте еще один столбик без накида выполнил так мы с вами будем выполнять такие арочки до конца нашего кругового ряда мы завершаем выполнение нашего ряда арочек после того как выполнили одну воздушную вводим крючок в первую воздушную петелечку подъема и захватываем нить обратите внимание бирюзового цвета нить белого цвета нам больше не понадобится мы не можем обрезать петелечку хорошо подтянем давайте посмотрим вот наши арочки маленькие хорошо видны по изнаночной стороне вот они мы продолжаем работу нитью бирюзового цвета выполняем одну воздушную петелечку подъема и под воздушную петелечку арки выполняем столбик без накида далее очень внимательно выполняем арочку из 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 выполнили пропускаем одну арочку из одной воздушной вторую и под третью арочку вводим крючок и выполняем столбик без накида всего должно быть у нас три столбика первый столбик готов второй столбик выполняем вершинку столбика и третий столбик выполняем под арочку и опять пять воздушных раз два три 4 5 выполнили опять пропускаем две арочки 1 2 и под третью вводим крючок и выполняем столбик без накида 1 далее 2 выполняем вершинку и 3 подарочки и опять арочка из 5 воздушных петель так мы с вами будем выполнять до конца ряда наши арочки хорошо видны и всего у нас должно получиться пять таких арочек 2 мы сделали осталось сделать 3 после того как мы связали последнюю пятую арочку пропускаем раз-два-две арочки в третью вводим крючок и выполняем столбик без накида и завершаем наш круговой ряд вводим крючок в первую воздушную петелечку подъема выполняем соединительную наш с вами круговой ряд завершён и вот все пять арочек хорошо видны по изнанке и мы продолжаем работу приступаем к выполнению лепесточков для этого выполняем одну воздушную петелечку подъема далее под арку вводим крючок и выполняем столбик без накида далее вяжем 9 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 выполнили далее подтягиваем бисер и выполняем одну воздушную петелечку с бисеринкой захватываем рабочую нить за бисеринкой выполняем воздушную с бисеринкой вот таким образом далее выполняем накид на крючок и подтягиваем бисеринку и вводим крючок вот смотрите во вторую петлю от крючка 1 у нас провязана с бисеринкой мы вводим крючок во вторую и выполняем полустолбик далее в каждую воздушную петельку мы будем выполнять по полустолбику всего у нас должно получиться 9 полустолбиков один готов далее считаем второй полустолбик третий напоминаю все полустолбики мы выполняем с бисером четвертый пятый шестой седьмой восьмой девятый мы выполнили 9 полустолбиков с бисером и далее вводим крючок подарку и выполняем столбик без накида работу разворачиваем очень внимательно пропускаем вершинку столбика без накида подтягиваем бисеринку выполняем накид и вводим крючок вершинку первого полустолбика и выполняем полустолбик с бисером но обратите внимание теперь бисер у нас с вами идет по лицевой стороне а мы с вами вяжем по изнаночной и подтягиваем наши бисеринку и таким образом выполняем 9 полустолбиков один полустолбик готов далее считаем 2 3 4 5 6 6 7 8 и последний 9 полустолбик то вершиночка плохо видно вводим крючок провязываем выполнили работу разворачиваем после того как мы работу развернули на лицевую сторону мы выполним одну воздушную петельку с бисером подтягиваем бисеринку захватываем рабочую петлю за бисеринкой и выполняем воздушную далее будем выполнять 6 полустолбиков с бисером бисер у нас теперь идет по лицевой стороне то есть впереди таким образом 1 2 3 4 5 6 выполнили 6 полустолбиков далее выполняем одну воздушную петелечку без бисера обратите внимание и работу разворачиваем и теперь будем выполнять опять же 6 полустолбиков только бисер у нас будет идти сзади ну за работой считаем 1 2 3 4 5 и последний 6 выполнили 6 полустолбик работу разворачиваем опять же выполняем воздушную петелечку с бисером выполнили и далее продолжим работу выполняя полустолбики давайте посмотрим как мы будем выполнять этот ряд подтягиваем бисер накид на крючок и вяжем 6 полустолбиков 1 1 2 3 4 5 и 6 выполнили выполнили далее очень внимательно мы будем выполнять два полустолбика с общей вершинкой накид на крючок бисерин очка и я ввожу крючок вершинку полустолбика ниже лежащего ряда то есть не предыдущего а вот ниже лежащего вот наша вершинка и выполняю незавершенный полустолбик 1 далее подтягиваю бисерин очку точно также выполняя накид на крючок и ввожу крючок вот в нашу вершинку этого полустолбика видите у нас с вами тут три полустолбика осталось недовязаны и опять выполняю недовязанный полустолбик далее я беру захват его рабочую нить и протягиваю через все петелечки на крючке вот таким образом далее продолжаю работу и довязываю еще два полустолбика 1 2 завязали далее ввожу крючок подарку и выполняю столбик без накида 1 часть нашего лепесточка до бусинок готова далее мы будем ввязывать бусинки работу разворачиваем подтягиваем бисерин очку выполняем накид на крючок за бисеринкой пропускаем вершинку столбика без накида вершинку полустолбика вводим крючок выполняю полустолбик далее очень внимательно мы с вами будем ввязывать бусинки чтобы бусинки были по лицевой стороне мы будем выполнять интересный прием выполняем одну воздушную петелечку далее на наш крючок одеваем бисеринку точнее бусинку одели пропускаем вершинку одного полустолбика вершинку следующего вводим крючок видите я крючок ввожу с изнаночной стороны в данном случае она как бы лицевая находится то есть крючок ввожу за работой скажем так захватываю рабочую нить и протягиваю через бусинку и выполняю столбик без накида то есть бусинка у нас с вами на лицевой стороне далее выполняю одну воздушную опять на наш крючок одеваю бусинку пропускаю одну вершинку следующую ввожу крючок точно таким же образом захватываю рабочую нить пропускаю через бусинку и выполняю столбик без накида опять воздушная таким образом мы с вами вяжем еще две бусинки пропускаю одну вершинку будет одна бусинка и пропустим еще одну вершинку в последнюю вершинку полустолбика будет последняя бусинка давайте посмотрим вязали все четыре бусинки через вершинку хорошо видно и работу разворачиваем бусинки у нас с вами на лицевой стороне подтягиваем бисер он нам понадобится для выполнения следующего ряда выполняем одну воздушную петельку с бисером далее накид на крючок и при этом бисеринка у нас будет с вами на лицевой стороне будем выполнять 9 полустолбиков первый полустолбик мы вершинку выполняем столбика без накида провязанного с бусинкой следующий полустолбик второй провязываем под воздушную далее третий вершинку четвертый под воздушную пятый вершинку шестой под воздушную седьмой вершинку 8 под воздушную и 9 вершинку полустолбика который у нас с вами был провязан начале ряда вот это вершиночка нас выполнить далее будем крючок подарку и выполняем столбик без накида работу разворачиваем пропускаем вершинку столбика без накида и вершинку полустолбиков будем провязывать полустолбики с бисером при этом бисер теперь у нас с вами будет оставаться за работой и будем считать обязательно 1 2 3 4 5 6 7 8 последний 9 полустолбик там то разворачиваем выполняем воздушную петелечку с бисерин очка и далее будем выполнять 6 полустолбиков бисер теперь у нас с вами перед работой и таким образом считаем 1 1 2 1 3 3 4 5 6 выполняем одну воздушную петелечку работу разворачиваем и опять 6 полустолбиков бисериночка у нас с вами за работой то есть накид делаем за бисеринка считай 1 2 3 4 5 6 немножко затянулась наша вершинка обязательно старайтесь захватиться за две полупетелечки выполнили работу разворачиваем выполняем одну воздушную петелечку спистера и далее полустолбики бисерин очки у нас с вами перед работой считаю 1 полустолбик 2 3 4 5 6 выполнили далее очень внимательно подтягиваем одну бисерин очку накид и как помните на противоположной стороне вы выполняли вводим крючок вершинку полустолбика не предыдущего ниже лежащего ряда и выполняем незавершенный полустолбик накид с бисеринкой и вводим крючок вершинку полустолбика это подтягиваем и теперь все петли на крючке аккуратно не спеша провязываем вместе далее нам остается выполнить один полустолбик и еще один не хватило одну песеночку ее подтягивать подтягиваем выполнили вводим крючок подарку выполняем столбик без накида наш с вами лепесток готов вот такой красивый интересный можно сказать объемный лепесточек у нас с вами получился давайте посмотрим как перейти к выполнению следующего лепестка мы с вами пропускаем вершинку одного столбика вершинку следующего вводим крючок и выполняем столбик без накида далее подарку вводим крючок и выполняем столбик без накида далее вяжем как и ранее 9 воздушных я выполню несколько петель и чик и вы продолжите самостоятельно и выполняем такой красивый интересный лепесточек с бисером и бусинками всего у нас с вами будет пять таких лепестков мы выполнили все пять лепестков нашего цветочка давайте посмотрим как завершить выполнение нашего цветка после того как мы выполнили столбик без накида под арку мы вводим крючок нашу первую воздушную петельку подъема и выполняем соединительную наш с вами круговой ряд завершён ниточку нужно обрезать цветочек выполнил давайте посмотрим такой интересный цветок получился с пятью лепестками давайте изнаночку посмотрим хорошо видно бисер у нас полностью идет по лицевой стороне давайте по лицевой стороне еще раз посмотрим центр цветочка при желании вы можете украсить большой бусинкой такой цветочек можно использовать для декора вязаного изделия можно использовать в ирландском гиперном кружеве и для допустим для декора детской шапочки творческих вам успехов творческих воздушных оптимальд bonded Продолжение следует... Продолжение следует...